Я Евгений Стаховский, и я рад, что мне есть кому задать сегодня несколько вопросов. Это Александр Владимирович Морей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии, Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что добрались до нас сегодня. Надеюсь, успешно, и все прошло хорошо. Да, вполне. Я позволю себе продолжить спецпроект наш, посвященный истории и философии. И такая, с одной стороны, вынужденная, но с другой стороны, очень приятная остановка, потому что мы довольно часто упоминаем это имя, и самое время, наверное, в очередной раз вспомнить и утвердить в памяти все, что за ним спрятано. Философия Платона. Не вся. Это радует. Да, потому что это было бы очень... Мы бы разошлись и надолго. Поэтому сегодня в основном политическое. Но понятно, что мы будем, наверное, иногда сворачивать временами с чисто политических каких-то аспектов, потому что уж в случае Платона, наверное, и тем более, как, наверное, вообще в случае античных философов, невозможно говорить о чем-то одном, периодически не посматривая вот так в стороны, чтобы понимать, как это вообще связано со всеми остальными делами. Если говорить о политических делах Платона, ну, философских делах, да, не управление там его чем бы то ни было, то это же в первую очередь, наверное, его труд государства. Да, это тот труд, который по-русски называется государство. Хотя, конечно, надо сказать сразу, что перевод государства в данном случае очень-очень условен. Ну, как это часто бывает? В данном случае, тем более, греки не знали государства и не поняли бы переведимое это слово на греческий. А как бы нам успешнее тогда надо было бы перевести вот то сочинение, которое мы знаем под... Полития. И все. Полития, конечно. Которая нам, в общем, сегодня тоже вполне понятна. Да. Вот это надо было бы называть полития, потому что труд Платона посвящен, собственно, устройству идеального полиса, так, как он себе представлял идеальный полис, конечно. И здесь самое время очень коротко напомнить, прежде чем переходить к Платону, собственно, да, что когда мы говорим слово полис, мы подразумеваем одновременно две вещи. С одной стороны, это, конечно, город, чисто физически, кстати, город, окруженный стенами и имеющий сельскую округу, хору. А с другой стороны, полис — это коллектив граждан, собственников, которые владеют участками земли внутри стен этого полиса. То есть полис и как город в современном представлении, и полис как некое сообщество людей. И прежде всего именно как сообщество людей, особенно когда мы будем говорить о Платоне, или когда речь зайдет, скажем, у Аристотеля, полис, прежде всего, это сообщество людей. А потом уже стены. Сообщество граждан, я больше сказал, не людей, граждан. Свободных граждан. Граждане бывают только свободными, иначе это уже рабы, извините. А все остальные рабы, да, или крепостные. Ну хорошо, я правильно понимаю, что вот эта работа Платона, и об этом неизбежно заходит речь каждый раз, что Платона принято рядом с его именем, например, упоминать такой термин, как утопия. Я правильно понимаю, что вот эта полития — это самая ранняя из утопии, и Платон в какой-то мере и степени изобрел, если хотите, новый литературный жанр? Ну, правильнее было бы сказать, что это самая ранняя из дошедших до нашего времени текстов подобного рода. Потому что был текст, написанный пифагорейцем Ямвлихом, но мы знаем о том, что он был, но мы не знаем, что в нем было. Да, мы его никогда не увидим, я боюсь, он погиб. Вот поэтому из дошедших до нас, да, безусловно, это самое такое классическое случаю утопии, это как раз полития Платона. Напомните, пожалуйста, в двух словах, ну, вообще о форме, может быть, книги и о том, что это. Да, конечно. Здесь, собственно, надо вспомнить о том, что Платон живет с 427 по 347 годы до нашей эры. Его творчество традиционно делится на несколько периодов, и критерием, да, и, разумеется, надо вспомнить о том, что он ученик Сократа, я как-то так опускаю, и критерием деления периодов его творчества очень часто называют уменьшение, уменьшение доли Сократа в творчестве Платона. То есть если его творчество раннего периода, это вещи, написанные им вскоре после казни Сократа, там, апология Сократа, и, кстати, первая книга государства, раз уж мы об этом говорим сегодня, это его тексты, в которых он практически воспроизводит едва ли не буквально идеи своего учителя, они еще свежи в памяти, он еще их помнит из бесед с Сократом, и вот он как-то вот проговаривает их, записывает их. Остальные книги государства, а их всего 10, стало быть, 9 остальных, были написаны в так называемый зрелый период творчества, когда это уже Платон, вот, собственно, тот, кого мы называем Платоном, да, идеи Сократа, конечно, есть, но они очень тщательно переработаны, переосмыслены, уже пропитаны очень сильно личным биографическим опытом Платона, его пониманием реальности, реальной политической жизни, реальной какой-то этической компоненты. Вот именно в этот период, да, в период зрелого своего творчества, он пишет со второй по десятую книги. Вот это очень важный вопрос, когда мы говорим о действительности, да, о тех исторических событиях, да, о той почве, которая окружала Платона в момент его жизни. Он пишет и вообще высказывает, да, ну, как-то представляет свои вот эти политические взгляды, как момент улучшения существующей ситуации, или это такой вот категорический протест тому, что есть? Нет, это не протест-протест как бы, да, но я бы назвал это такой положительной альтернативой. Причем вполне понятно, что в построении своей политической концепции, ну, если угодно, своей утопии, хотя применить так Платону этот термин будет, опять-таки, закавычен, в построении вот этой концепции Платон немножко как бы отбрасывает ситуацию в прошлое, да, он или, наоборот, вытягивает из прошлого, модернизируя, да. Я о чем говорю? Образцом для его идеального полюса становится Спарта. Но Спарта та, которая когда-то существовала по законам Ликурга, еще устным законам, конечно, не Спарта IV века до нашей эры, которая там предстает воинствующим гегемоном, победителем Афин в Пелопонезской войне и вообще очень неприятным соседом, я бы сказал. Спарта вот та старая, и он общественный строй вот той старой Спарты, как бы модернизируя, да, идеализирует и представляет, собирает из него некий идеальный полюс. Ну, собственно, я думаю, здесь как раз можно перейти к структуре некоего идеального полюса. Что это собой представляет? И к тому, что это собой представляет. Значит, для разговора о полюсе Платон, и об идеальном полюсе, Платон, конечно, представляет огромное поле для, и очень благодатное поле для спекуляций. Ну, можно открыть любой маломальски значимый учебник, вот особенно из учебников второй-третьей руки, которые не о Платоне и пишутся не специалистами по Платону. И мы прочтем, что? Мы прочтем, что полюс Платона состоит из трех сословий. Значит, философы руководят полюсом, стражи защищают полюс. Ну, и третье сословие, в смысле ремесленники и земледельцы, они как бы работают. При этом понятно, что третье сословие – это самое вот бесперспективное, его еще называют стадом, стражи при этом управляются псам, а философы – мудрым пастырем. И у нас рисуется прекрасная иерархическая такая вот структура, которую можно уподобить, не знаю, кастом древней Индии, можно уподобить тоталитарному обществу, что с удовольствием делает Карл Поппер, например, в 20 веке. Можно еще что-нибудь вспомнить такого же неприятного. Но если мы откроем, собственно, диалог Платона «Государство», я буду называть его так, чтобы не сбиваться… Чтобы было все понятно. Да, чтобы не сбиваться постоянно на заковычивание. Если мы откроем диалог Платона «Государство», больше того, если мы откроем вторую книгу «Диалога», то там будет один очень показательный момент. Там Платон будет описывать, кто ему нужен для создания полюса. И там прозвучат знаменитые слова. Для создания полюса нам нужно как минимум пять человек. И он их перечислит, по профессиям перечислит. Я сейчас не возьмусь вспоминать, но туда точно войдет кузнец, землепашец, кажется, пекарь, и я не помню двух еще. Тоже кто-то из ремесленников-земледельцев тех самых. То есть никаких тебе врачей, никаких тебе воинов, никаких тебе философов, уж тем более. Это сугубо земледельческий коллектив, ремесленно-земледельческий. Причем критерием в данном случае становится вполне понятно, что замкнутость натурального хозяйства. Эти люди образуют собой замкнутую хозяйственную ячейку. Они способны удовлетворять свои потребности за счет, ну, каждый за счет четырех других, сотрудничества с четырьмя другими. Такой хороший обмен. И каждый занят своим делом. Разумеется. Это классический такой натуральный обмен. Каждый занят своим делом. И отсюда вытекает, собственно, суть полиса по Платону. Что такое полис? И откуда он возникает? И зачем он возникает? Изначально он возникает для взаимоудовлетворения потребностей людей на основе добровольного согласия выше названных людей. Вполне понятная мысль. Именно. В этом, кстати, он будет очень серьезно расходиться с своим учеником, с Аристотелем. То есть, если Платон скажет, что граждане создают полис, то Аристотель-то будет говорить ровно обратное. Полис формирует граждан. Это отдельно. То есть, здесь понятная мысль. Полис возникает как результат соглашения людей между собой. Договоренности, если угодно. И нет там еще ни стражей, ни философов. Другой вопрос, что, поговорив об этом во второй книге, и то очень немного, там не вся вторая книга, а несколько очень небольших главок, Платон переходит к теме стражей. И дальше, фактически, все остальные книги диалога посвящены развитию темы стражей, философов, их роли в управлении полисом, подробности их обучения, формирования, и так далее, и так далее, и так далее. Что ж он такой, я вот сейчас не очень как раз могу понять, что ж он такой непоследовательный, или наоборот, это последовательность, которую нам необходимо постичь? Скорее, вот этот момент. Скорее, это последовательность, которую нам сегодня надо бы разобрать. Он очень последовательен в каком плане? Он сразу прописывает основной критерий создания полиса. Критерий — это разделение труда, профессионализация труда. Каждый должен заниматься своим делом. Это еще знаменитая идея Сократа, которая тоже, в свою очередь, модернизировала идею, скажем, Гераклита. Каждый должен заниматься своим делом. Но расписывать подробно, скажем, как следует готовить кузнеца, ну или землепашца, я думаю, у Платона не было ни резона, ни желания, тем более, что, ну, как бы, и так все знают это вот на уровне повседневной практики, да, зачем описывать процесс формирования, процесс профессионального формирования, не знаю, гончара. Все же ясно, да. Пойдите в лавку гончара и посмотрите, как он работает. Вот. И поэтому Платон уделяет огромнейшее место двум, собственно говоря, вот этим «высшим», в кавычках, сословиям полиса. Потому что это то, что он вносит нового, да? Это то, что он, как бы, говорит, а вот для того, чтобы полис не просто существовал, но существовал хорошо, и для того, чтобы полис не просто хорошо существовал, то есть успешно отбивался от внешних фрагов, но еще и помогал бы его членам, его гражданам двигаться к благу, вот для этого, он говорит, нам нужны, соответственно, стражи и философы. Это такая новелла Платона. И поэтому в данном случае он этой своей новелле и уделяет основное время, разумеется. Здесь как раз все очень понятно. Да, но потом ведь он действительно, и я, в общем, вполне себе понимаю, почему некоторые люди склонны действительно говорить о том, что Платон взял, да и действительно разделил людей на три класса. Дальше ведь здесь, да, или поправьте меня, говорится ведь о том, что только философы должны обладать политической властью. Да, можно и так сказать. А как еще можно сказать? Только философы. Нет, безусловно, вы правы. Но здесь нам придется уйти на минуточку от такой политической теории, отойти в сторону антологии Платона и посмотреть на то, что такое полюс с другой стороны. Я адресуюсь сейчас сам и адресую всех слушателей седьмой книги диалога государства, где Платон описывает свой знаменитый миф о пещере. Суть мифа о пещере очень проста, да. В пещере сидят люди, за их спинами горит огонь, и сквозь вход в пещеру падает рассеянный солнечный свет. Соответственно, на стене перед ними они видят пляску теней, которую и воспринимают за полноценную жизнь. То есть, по их мнению, вот перед ними проходит жизнь. Лишь немногие, говорит Платон, способны понять, что перед ними не жизнь, а призраки, тени, встать, повернуться, найти выход, выйти, не ослепнуть от солнца, потому что большинство тех, кто выйдет, ослепнет, конечно, но не ослепнуть, и уж совсем единицы из тех, кто способен все это сделать, способны совершить над собой усилия и не умчаться в припрыжку радостно по травке, а вернуться в пещеру и терпеливо объяснить людям, что настоящая жизнь на самом деле там, после чего поднять их и вывести за собой. Вот эти единицы, которые не просто могут узреть солнце и понять солнце, и понять, что это такое, а вернуться, объяснить людям и вывести их за собой, вот эти люди и есть те, кого Платон потом на протяжении, собственно говоря, всех остальных книг будет называть философами. Больше того, то самое солнце, свет и его владыка, как скажет Платон, это воплощение в зримом мире эйдоса, идеи, вечной идеи, вечного блага. И отсюда мы видим, да, уже из этой нехитрой аналогии, мы видим, что философ, основная суть философов, вести за собой людей к благу, к этой цели. Таким образом, цель политического управления Платоном представляется не просто, как бы осуществлять власть, или, как сказали бы сейчас, осуществлять легитимное насилие над гражданами. Нет, цель философов вести людей к благу. И Платон отдельно прописывает, как бы, что мы скажем, мы, основатели полиса, что мы скажем нашим философам, что мы скажем им, мы не для того растили вас, чтобы вы занимались пустыми мудрствованиями, услождая себя. Нет, мы вас воспитывали для того, чтобы вы вели за собой людей. То есть, жизнь философа, это вовсе не жизнь руководителя, ну, в нашем понимании слова, это служение, служение постоянное, служение, которое занимает у вас всю вашу жизнь. С того момента, как вы переходите в разряд философов, а переходите вы туда из стражей, кстати сказать, тоже непросто так, вот, это служение полису, при том, что у вас, и мы возвращаемся уже к политической составляющей вопроса, у вас, как у философа, нет ничего своего, то есть, у вас нет собственности, у вас нет семьи, почему? Потому что ничто не должно отвлекать вас от служения общему благу. Если у вас будет собственность или семья, вы займетесь, наверное, чем-нибудь другим служением себе, а это то, чего как раз не надо. Если вы страж, вы тоже всю жизнь тратите, но здесь еще и с риском потерять жизнь, потому что стражи, это те, кто ходит в военные походы, вы всю жизнь тратите на обучение и служение полюсу, и у вас опять нет ничего своего, ни собственности, ни жены, ни детей, ни семьи, да, у вас есть равенство мужчин и женщин. В смысле, вы одинаково живете в одних и тех же казармах, носите одни и те же довольно грубые одежды, я хотел сказать по-другому немножко, вот, пользуетесь одними и теми же общественными благами, вместе сражаетесь, вместе рожаете детей, только не воспитываете. Дети общие. Дети общие. И только если вы из вот этого презираемого вроде бы третьего сословия, стада, там, как еще его так и не называют, вот, только если вы вот из этих вот, тогда у вас есть ваш участок земли, ваша мастерская, там, кто вы, вот, в зависимости от этого, ваша семья, ваши дети, видите разницу, да, привилегированная, так сказать, класса, которая... Вынуждена все время, да, чем-то жертвовать и жертвовать очень серьезными вещами, а вот те простые люди, плебеи, практически, должны пользоваться всем, что вы для них вот именно понаделали. И возникает вопрос, кто же здесь полюс. Кто же здесь полюс. Это очень важный, да, это очень важный вопрос, но вслед за которым сразу, действительно, если мы говорим об практически идеальном городе, да, а город Платона очень часто воспринимается именно как идеальный город, именно поэтому рядом с ним и стоит закавыченное вами слово утопия, то понятно, что здесь у нас возникает масса вопросов, как то вопросы экономики, вопросы религии, вопросы воспитания подрастающего поколения и самый важный, пожалуй, вопрос вопрос справедливости. Сейчас я подумаю, с какого из них начать. Объект 22 Александр Владимирович Морей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Я поставил несколько вопросов, к которым мне хотелось бы обратиться, коль уж мы сегодня говорим о политических взглядах Платона. И я понимаю, что некоторые из этих вопросов я в общем готов снять. Объясню, по какой причине. Потому что про экономику, скажем, вы в двух словах сказали про вот это вот распределение, перераспределение и взаимозачеты, что называется. Религиозный вопрос, мне кажется, вообще большой отдельной темой. И теология Платона это вообще отдельный взгляд. И я надеюсь, что мы доберемся до нее когда-нибудь, может быть, в другой программе. А вот вопросы справедливости, которые неизбежно возникают в подобных обществах, вообще в любых обществах, поскольку, несмотря на все идеальные построения, мы все-таки остаемся живыми людьми, а это значит не очень приятными организмами, которые в целом не очень любят друг друга и уж совершенно не готовы друг о друге заботиться. И во-вторых, вытекающий из этого, наверное, вопрос воспитания, что делать с детьми. Тем более, как вы нам напомнили, дети-то, в общем, были общими часто, почти всегда. Но уже из постановки вопроса о природе людей я вижу, что вы сторонник идей спинозы или гопса. Я люблю спинозы, да. Это заметно. Вот, но вернемся к Платону. Здесь так, значит, подходя к вопросу о справедливости, да, вопрос о справедливости и определении справедливости, теория справедливости, это вообще является таким больной точкой греческой философии. Я имею в виду греческой классической философии, то есть Сократ, Платон, Аристотель и их ученики. Потому что к этому вопросу они будут обращаться постоянно, его постоянно с разных сторон обсуждать, муссировать, обговаривать. Например, сократическая теория справедливости, то есть именно вот теория Сократа, она будет сформулирована в первой книге диалога государства, где будет воспроизведен диалог Сократа с одним из виднейших представителей младшей софистики, так называемой, Фросимахом Холкидонске, где Фросимах будет отстаивать знаменитую позицию справедливости, это то, что пригодно сильнейшему, справедливость всегда пригодна не вам, она всегда будет пригодна власть придержащим. Кто сильнее, тот и прав. Коротко говоря, если коротко, то да, он именно это будет говорить. Сократ уже тогда, Платон, собственно, записывая тот диалог, вспоминая его, он уже тогда сформулирует первую позицию справедливость, это то, что всегда пригодно другому, это то, что всегда направлено на благо другого, я бы сказал так, снимая вот эту пригодность. А чти любовь. Да, конечно, конечно, и вот этот тезис справедливость всегда направлен на благо другого, он будет потом унаследован Аристотелем и развит в этике. В остальных книгах Платон, в остальных книгах государства, разумеется, Платон достаточно подробно будет проговаривать проблему справедливости, как он ее видит, и здесь надо вводить еще одно понятие, совершенно неизбежно. Для Платона справедливость это гармония. Для Платона справедливость это гармония, а конкретно гармоничное сочетание трех качеств. Трех качеств, которые, и вот сейчас внимательно, которые присущи каждому человеку, они есть в душе каждого из нас, говорит Платон, одновременно они присущи идеальному полюсу, который подобен человеку, такой как бы человек политический, да, расширенный, и они же присущи всему мирозданию, космосу, собственно Платон выстраивает как раз вот эту вот трехчленную структуру, подобие, да, микрокосмос, политический космос, 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 Леонардо потом просто уберет отсюда полюс, но будет воспроизводить платонические, конечно. и так, что же это за три начала? Разумное, если начинать сверху, разумное, яростное, вожделеющее, переводят по-разному на самом деле, но обычно останавливаются вот на этих наиболее конвенциональных, разумное, иногда разумное как мудрое, яростное как страж, нет, яростное остается яростным, а вот вожделеющее иногда страждущее, иногда желающее, иногда даже производящее, как его только не называют. Эти три начала есть в душе каждого из нас, и человек тогда состоит в здравом уме и трезвой памяти, когда все три начала уравновешиваются, говорит Платон, понятно, ведь принцип уравновешения тоже понятен, выше всех должен стоять разум. Человек существо разумное, и когда его разум контролирует его, с одной стороны, ярость, с другой стороны, похоть или вожделение, мы имеем действующую личность. Когда на первый план выходит или вожделение, или неконтролируемый гнев, существо назвать человеком уже становится довольно сложно, перед нами кто-то другой. Это чистая предсеча Фрейда с его эго, суперэго и прочими чудесами. Ну, я не удивлюсь, что... Я хуже знаю теорию Фрейда, но я не удивлюсь, если Фрейд впрямую опирался на идею Платона. Ну, он все-таки был, как мы все хорошо знаем, достаточно эрудированный, энциклопедический человек. Безусловно. Нет, нет сомнений, что уж кого-кого, а Платон-то он точно читал. И читал, и знал. Вот. Но, соответственно, этим трем началом в душе каждого человека соответствуют три начала и в полюсе, в идеальном полюсе. При этом, понятно, разумное начало воплощают собой философы, яростное начало стражи, и, наконец, вожделеющее начало воплощают собой ремесленники и земледельцы. Здесь опять напрашивается обвинение в тоталитаризме. Загнал ремесленников и земледельцев в самый низ, обозвал вожделеющими и поставил их под контроль. Но я задам сейчас провокационный вопрос, который всегда задаю, скажем, когда мы говорим с студентами о Платоне, а можно ли представить себе полюс, даже платоновский полюс, без философов можно. А если совсем без стражей, абсолютно, тоже можно. Он недолго просуществует, скорее всего. Все переубивают друг друга, в конце концов. Ну, скорее, их захватит кто-нибудь, да, недолго, но просуществует. Можно. А вот можно ли представить себе полюс, состоящий только из стражей и философов? Никак. У этих двух сословий, я все-таки еще раз повторюсь, функция здесь очень во многом, ну, не хорошее слово, обслуживающая, но хочется ее сюда. Но это та самая идеальная власть, которая вроде как слуга народа. Да, безусловно. А не наоборот. Безусловно. Именно так. Вот. И эти три начала постоянно должны находиться в соотнесении, в гармонии друг с другом. Именно гармония, гармоничное сочетание разума, ярости и вот этого вожделения, да, и представляет собой идеал и представляет собой справедливость, больше того скажу. Ну вот. И отсюда Платон с горечью и замечает, что поистине справедливый полюс, так настоящий справедливый полюс, возможен, конечно, очень вряд ли. Дальше он начинает, дальше здесь нас дорога ведет к формам правления, которые описывает Платон, о которых тоже можно коротко сказать. Потому что он говорит, что настоящий полюс, идеальный, возможен очень вряд ли. Скорее всего, все-таки будет существовать некий коррумпированный вариант. И вот если это невозможно, ну то, что мы описываем, ну тогда начинается что? Если во главе встают стражи, то есть ярость, то мы получаем государство воинов, фактически. Вот. То, что Платон называет тимократия, от греческого тиме, воинская честь, притязание, такой жребий воинский, да? Но стражи никогда не должны иметь ничего своего. У них не то, что не должно быть своего золота и серебра, они даже прикасаться к нему не должны, потому что это запретно, согласно Платону, это как раз он и спарты заимствует из законов Ликурга. Оружие не должны иметь своего. Откуда, собственно, запрет на жен и детей? Именно отсюда, потому что будут жены и дети, стражи начнут тянуть к себе, в дом, для жены и для детей. Этого нельзя. Человека надо лишить полностью всех его личных пристрастий в данном случае. Сделать из него фактически орудие. Пса. Стражевого пса. Соответственно, если стражи лишены опеки философов, то рано или поздно они начинают оставлять добычу себе. Ну, все начинается с богатого оружия, говорит Платон. Когда они начинают оставлять добычу себе, то они начинают богатеть. Это очевидно. И богатство развращает их. Они все больше думают о богатстве и о том, что им страшно потерять. И они начинают бояться за свою жизнь. И мало-помалу, мало-помалу они уже не ходят в походы, они посылают вместо себя кого-нибудь другого, они грабят свой народ и превращаются из тимократов в олигархов. Вот Платон в этом плане олигархию трактует очень однозначно режим денежных мешков, их зажравшихся котов. Ну, он прав. Да, и к тому, что это расходится, скажем, с пониманием ряда других авторов. Но для Платона это вот такое очень привычное нам понимание олигархов. Вот. Олигархия рано или поздно, но обязательно сменяется демократией. Причем все идет по ухудшающейся, мы видим, да, это падение. Вот. Олигархия сменяется демократией за счет чего? Увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Бедные, взыскуя свободы, рано или поздно восстают против богатых. А точнее, рано или поздно это восстание увенчивается успехом. Война идет почти постоянно. И тогда опьяненные свободой массы начинают лить кровь на улицах. Ну, олигархов режут первыми, это понятно, но дальше массы начинают резать своих. Вот, разумеется. Платон прекрасно понимал, что такое уличные беспорядки, он великолепно знал, что такое демократические бунты. То есть, то, что приводит к установлению демократии. Вот. И дальше отсюда вырастает тирания, потому что если среди массы есть наиболее влиятельные как бы лидеры, вожаки, рано или поздно из их среды, пишет Платон, выделяется тот, кто успешно перережет глотки всем остальным, окружит себя рабами, наемниками, чужеземцами и станет тираном. Вот он, конец Олиса. Вроде бы. Вроде бы, но это еще совершенно не конец. Вспоминая о Платоне, вспоминаешь параллельно обо всем сразу. Я не знаю, начиная от Борхеса, о том, что сюжета всего 4 и заканчивая, да чем угодно заканчивая книгой «Джунгли Киплинга» заканчивая, потому что все же в общем одно и то же. Тирания тоже явление совершенно понятное и мировой истории не то, что описанное, да, хорошо, но и представленное в общем. Что дальше? А, дальше? Дальше любопытно. Собственно, если идти по нисходящей линии, то тирания наихудший тип правления, который описывает Платон, то есть даже демократия лучше, вроде бы, вроде бы. Но дальше есть очень забавный такой пунктир, который можно наметить, потому что если тирану держатся у власти, если его не сметут его же рабы, чужеземцы, наемники, если против него не взбунтуются граждане, вот эти бесконечные если, они будут множиться на каждом этапе нисходящего пути, потому что полис может умереть при олигархии, он может распасться при демократическом бунте, наконец он может умереть при тиране. Но если этого не случится, то есть прекрасная возможность того, что рядом с тираном когда-нибудь встанет философ, и тиран окажется достаточно вменяемым, чтобы услышать философа, и тогда мы получим как минимум монархию в перспективе, что уже, кстати, очень неплохо, а как максимум мы получим вообще замечательно, мы получим площадку для создания идеального полиса, потому что если мы вспомним книгу вторую диалога государства, то там возникает вопрос, тоже единственный раз в диалоге, а как нам создать такой полис, вот где есть философы, стражи, и где сознательная, так сказать, молчаливая большинство тоже есть, и Платон устами одного из своих героев предложит замечательный рецепт, надо найти полис, тиранический полис, но с дружественным нам тираном, который даст нам площадку и проконтролирует, чтобы не мешали, и вот здесь мы будем ставить свой эксперимент, и здесь мы будем воспитывать первое поколение, задача, главная задача воспитать первое поколение, для Платона одна из основных проблем, это проблема воспитания. Конечно, и текание поколения в другое поколение, да, и трансформация одного общества в другое. Безусловно, и вот здесь на проблеме воспитания, наверное, стоит еще остановиться немножечко. У нас, да, совсем немного времени, но мы успеваем, по крайней мере, какие-то такие сполохи разбросать. Здесь сугубо коротко очень основной довод против обвинения Платона в тоталитаризме, столь распространенного, это именно то, что в теории Платона ключевую роль играет воспитание, причем воспитание, нацеленное на развитие и углубление индивидуальных личностных качеств каждого гражданина полиса, внимательно, каждого. Это внимание индивидуальное. С чего начинается воспитание? С того, что все дети, включая детей, вот, ремесленников, земледельцев, все, они все играют вместе. Детский сад. Но играют во что? Ролевые, как бы сказать, ролевые социальные игры. А воспитатели цепко смотрят за ними. Кому больше нравится бегать в казаки-разбойники, кому больше нравится командовать другими, кому больше нравится играть в дочки-матери, в госпиталь, не знаю, там, в магазин. И делят, делят. Тех, кто любит играть в бытовые игры, скажем, кто не рвется к командованию, кто не рвется к войне. Их отсеивают и очень скоро после первой, после первого этапа воспитания их отправляют к родителям. Они дальше растут ремесленниками и земледельцами. И понятно, почему их дальше не воспитывают. Не потому, что они плохие, но потому, что воспитать ремесленника лучше всего сможет... Тут мы возвращаемся к началу, что зачем это описывать и работу гончара. Пойдите в лавку и посмотрите, как он это делает. Именно. Больше всего воспитать такого сына лучше всего сможет отец на своем примере. А вот остальных стражей начинают готовить, во-первых, физическая подготовка, то, что Платон называет гимнасической. То есть, это разные виды спорта, так сказать, во множестве своем, но нацеленные в основном. Что? Бег, работа с оружием, то есть, легкая атлетика плюс работа с оружием. Вот так. Если предельно схематизировать. Совершенно понятно, кто из них вырастет. Разумеется. Но вторая часть воспитания стражей это музыческая. Музыка. Гимнасия. Гимнасия. Это как раз гимнасическая. А, это первый. Музыка, поэзия, драма, исторические сочинения, но... Но тут же появляется цензура. Разумеется. Музыка должна быть правильной, лучше всего маршевой. И никаких лидийских звукорядов. Не-не-не-не-не-не. Никаких флейт. Это лишнее для нас. Голос нервный. Это не для платоновского голоса. Соответственно, поэзия должна быть правильной, мифология должна быть граждански правильной. Но почему вот эта правильность, она звучит лейтмотивом? Потому что, когда мы воспитываем... И почему ее нет для третьего сословия? Потому что, когда мы воспитываем стражей, из которых в перспективе выйдут философы, те, кто выживут после 55 лет, когда мы их воспитываем, мы их должны воспитывать на что затачивать? Они всю свою жизнь тратят на полис. Затачивать на то, чтобы у них не было даже соблазна заняться собой. Но только полис. Только как бы то, чему они служат. Дело, которому они служат. Дело, которое их, по большому счету, и формирует. И вот здесь утопия превращается ведь по сути своей в антиутопию. Да нет, здесь просто возникает очень известный парадокс, который в итоге разрешит Аристотель. Парадокс-то выглядит так, что, по сути, именно вот эти две верхних страты стражей-философы принимают политические решения. То есть, они, ну, в понимании грека нормального, они являются гражданами. Не просто собственник, как бы, они не являются собственниками, и это парадокс. Ну, да, это действительно, да, тут что-то такое не сходится, но Аристотель, как вы сказали, Аристотель как раз именно это и разрешит. Он отдаст собственность вот верхним классам, и он скажет, что, кто такой гражданин? Это собственник, но достаточно богатый собственник для того, чтобы за него землю обрабатывали или на, или в мастерских работали другие люди, лучше всего рабы. Вот, а этот человек будет тратить время на что? Работа с оружием, со своим, которое он сам себе купит, обратите внимание. И, внимательно, политическое общение. Но здесь мы упираемся в Аристоте, для которого категория общения вообще принципиально важна, и здесь надо, конечно, останавливаться, потому что это отдельная большая тема. Все это совершенно гениально, но, то есть, насколько это гениально, как это часто бывает, настолько же это и все чудовищно. Я было хотел задать вам вопрос о том, насколько популярны были подобные взгляды, какой они выходили, какое и где они находили выражение, но не могу отделаться от мысли, что вы мне сейчас как будто живописали историю одной страны, не буду ее называть. Хотя нет, наверное, двух. Пожалуй, двух. Протестую. В этих странах вы упустили главное. В этих странах не отдавали вот того внимания лично каждому. Этого не было вообще, наверное. А это ключевое отличие. Дело в том, что полис Платона, он не тоталитарен именно потому, что он индивидуалистичен. Уберите индивидуализм, но тогда вы уберете Платона. Абсолютно. И получим вот то, без этого. И получим мы тоталитаризм. Самые оговорки. За 20 секунд я хочу на короткий вопрос очень короткий ответ одной фразой. А как же с вопросами добра и зла? И в чем мерило этого добра и зла? Очень просто. Благо, добро, это полис. Это ответ. А все остальное зло? А анархия, развал полиса, это безусловное зло. Ну понятно. Полис высшая ценность. И тут мы уже приходим к Гоббсу. Собственно, с его продолжением и с чем. Ну и со всеми остальными все, что из него вытекает. Потому что мы прекрасны. И к моему любимому спинозе. Потому что человек, к сожалению, а может быть и к счастью, не только мерзок, но и вообще склонен заблуждаться. Спасибо вам большое. Александр Владимирович Марий, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Спасибо. Я Евгений Стаховский и меня все еще занимает Платон. И именно по этому поводу здесь Ирина Протопопова, кандидат культурологии, руководитель Платоновского исследовательского научного центра РГГУ, главный редактор журнала Платоновские исследования. Здравствуйте. Здравствуйте. Как добрались, все хорошо. Спасибо, что добрались до нас. Нашли время для того, чтобы рассказать нам еще больше о Платоне. Тем более, что по моим каким-то ощущениям, а впрочем, не только по моим, потому что я когда периодически разговариваю с какими-то людьми, хорошими и не очень, на разные темы, понимаю, что Платон, в общем, тот автор, про которого есть такое кажущееся ощущение, что вроде как все понятно. Ну уж казалось бы. Вот эти Сократ, Платон и Аристотель уж с этими-то тремя, ну за исключением Сократа, которого всегда берут в скобочки, ну уж давно все ясно, уже разобрались 154 тысячи раз, и что ворошить эту грядку. Но почему-то у меня есть такое чувство, даже не подозрение, а именно чувство, что ворошить эту грядку, а, приятно, б, не лишнее себе периодически напоминать вообще о том, что эта грядка существует, и обращаться к плодам, которые она нам дает, в общем, наверное, полезно, для того, чтобы понимать какие-то процессы, которые происходят в современном мире. А в-третьих, и это тоже, вот здесь уже не чувство, а как раз ощущение, что, как бы ни был изучен автор, ведь весь постмодернизм на этом, собственно, построен, приходит новый человек, рождается новое поколение, у которого появляется какой-то новый взгляд, и оно, исходя из своих убеждений, верований, ситуации, окружающего мира, чего угодно, здесь можно перечислять на два листа каких-то пунктов насобирать, вдруг действительно бац, и открывается что-то новое, или какое-то новое видение, или, наоборот, переосмысление старого видения. И в этом смысле, мне кажется, что Платон тот не только человек, но и персонаж, который, безусловно, будет занимать человечество, не побоюсь этого слова, всегда. То, что мы вспоминаем его сегодня, уже большой показатель, что это всегда. С политией, да, и с вот этой утопической его истории мы разобрались в прошлой нашей встрече с моим уважаемым гостем, и поэтому сегодня, Ирина, мне бы хотелось с вами поговорить, сейчас очень серьезная будет заявка на победу, такая, обо всем остальном. Да, другое дело разобраться, что такое все остальное, и как бы нам укомпоновать все это в рамки нашей сегодняшней встречи. Я даже не знаю, с чего бы здесь начать, честное слово, и признаюсь в этом сразу, поэтому, ну, вся надежда на вас, говорю я, глядя совершенно прозрачными иконописными глазами своими. Во-первых, спасибо большое, Евгений, за то, что пригласили на эту передачу. Меня очень радует ваш интерес к Платону. Неподдельный, надеюсь. А во-вторых, вот то, что вы сказали насчет якобы изученности Платона, мне кажется, это иллюзия. Это мнимое, поверхностное представление о том, что Платон изучен вдоль и поперек. А что, нет? Конечно, нет. Вот, смотрите, наше школьное представление о Платоне. Такое вот, навскидку, да, в любом учебнике философии вы можете прочитать про эту пресловутую, так называемую, теорию идей, что у нас есть, ну, кошка. Кошка. Вот та самая кошка здесь сразу появляется. Да можно даже и не кошку, а как он сам писал в десятой книге «Государство», естественно, пародируя очень многое, естественно, со свойственной ему иронией о кроватях. Он говорит, есть кровать, которую делает какой-то мастер, есть отображение этой кровати, которую делает какой-нибудь живописец, и есть та самая настоящая кровать, которая вот в единственном экземпляре. Кровать, как идея. Именно. От которой мы все отталкиваемся, представляя свою собственную кровать. Совершенно верно. Так вот, я хочу повторить, что, конечно, это во многом пародия и во многом ирония, но именно так, как правило, представляют в школьных учебниках философии вот эту самую теорию идей. На самом деле, сейчас начнется, я чувствую, да. На самом деле. Вот на самом деле, тут хотелось бы вернуться к тому, что вы сказали об изученности, мнимой изученности. Ну, во-первых, вот эти два, с половиной практически тысячелетия образ Платона претерпевал самые разные изменения. Ведь на самом деле Платона кем только не считали. Он и политик. Вот вы как раз об этом говорили. Причем политик самого разного свойства. Некоторые считали его революционером. А действительно, представить себе такое государство в его время это была, ну, в общем-то, революция. С другой стороны, Карл Поппер, например, вы, наверное, помните, представил его чуть ли не основателем тоталитаризма. Политик. Или же кабинетный ученый, математик. Ну, а почему нет? Мы сколько угодно найдем размышлений у Платона на тему всяческих наук, астрономия, геометрия и так далее. А теолог, религиозный мистик, возвышенный, который воспаряет духом к неведомым каким-то совершенно вещам, чудесным. И, в конце концов, прекрасный автор. Литератор. Литератор, да. Вот у меня очень хорошо, что вы об этом сказали. Я ловлю себя на каком-то правильном чувстве, потому что для меня лично, как для человека, для Жени, ежели хотите, Платон, он даже не столько философ, сколько в первую очередь он писатель. Ну и, опять же, если мы вернемся к учебникам, ну, диалоге Платона, ну, а что же это, если не просто литература, в которых он, в общем, выражает, наверное, я уж не знаю, насколько свои мысли. Евгений, вы затронули важнейшую вещь, для меня важнейшую. Да. Вот дело в том, что как раз форма, форма, в которой Платон, так сказать, передает свои мысли, она невероятно важна. Почему, собственно говоря, диалог? Вы затронули, на мой взгляд, просто нерв, главный нерв вот всех нынешних платоновских исследований. А действительно, а зачем диалог? Вот смотрите. Усел бы написал, если все, что думал. Аристотель пишет трактаты. Пожалуйста, все разложено по полочкам. Первое, второе, третье от своего собственного лица. Вот как он думал, как он считал, так он нам и писал. Да и вслед за Аристотелем, пожалуй, все писали. Я уж не знаю, поправьте меня сейчас, если я скажу какую-то не очень научную вещь, но по моим, опять же, ощущениям, если говорить о философии как литературе, то мне кажется, сразу после Платона следующий такой, большой, во всяком случае, следующий шаг, это только уже эссенциализм, а это 20 век. Нет, ну почему? Вот в эпоху возрождения, скажем так, или во фланетийской академии они пытались именно что подражать, да-да-да, подражать диалогам Платона, но у них получалось совсем другое, а именно потому, что они видели только внешнюю форму, но не видели, как мне кажется, того, что вкладывал Платон в эту форму. Давайте вот немножко порассуждаем. А что он вкладывал? Ведь что такое диалог? Это, собственно, драматическое действие, драма, в котором нет автора. То есть, у Платона нигде, ни в одном произведении, не заявлена прямо его собственная авторская позиция. Автор скрыт, его нет. И если вы скажете, что вот есть так называемые письма Платона, в которых он писал вот от своего лица, откуда мы знаем, собственно говоря, биографию, его поездка на Сицилию, к Терану и так далее, так вот очень многие ученые считают, что эти письма не аутентичны. То есть, что они принадлежат не ему, что это какие-то поздние... Безусловно. Дело в том, что впервые упоминания об этих письмах появляются только в первом веке до нашей эры. То есть, два с лишним... Но это предположение, я правильно понимаю? То есть, это не доказанный факт, ни один, ни второй. Совершенно верно. То есть, это все в подвешенном состоянии находится. Но вот то, что мы знаем, то, что принадлежит Перу Платона, и вот так называемый платоновский корпус весь, он тоже, там есть и сомнительные произведения, и которые точно не принадлежат Перу Платона, есть те, которые точно... Но и тут разные нюансы, потому что даже по поводу хронологии платоновских сочинений мы не можем точно сказать, вот когда это все было создано. По поводу некоторых сочинений, да, там внутри самих текстов есть отсылки к определенным историческим датам, исходя из которых мы можем определить, когда это примерно было написано. А нам нужна эта хронология, с другой стороны? Ну, пишет человек, ведь главное, мы, конечно, ставим крест на теории идей сегодня, я понял это сразу. Ну почему нет? Я думаю, что мы можем к этому... Такой маленький крестик где-нибудь, звездочку, знаете, ссылочка, сносочка, что-то такое, да. И, ну, понятно, что мы будем возвращаться к каким-то таким основополагающим, фундаментальным представлениям общественным о том, о чем мы говорим. Я думаю, мы вполне можем вот от того, что нет автора, перейти к теории идей. Я попробую сейчас его перейти. Давайте попробуем, да, да. Вот смотрите, да, мы говорили о хронологии, я ведь вот подытожить немножечко этот маленький фрагмент разговора хочу тем, что Платон, автор невероятно загадочный, и при всей вот этой кажущейся его разработанности и при этих иллюзиях, когда нам кажется, что мы его все вдоль и поперек всего изучили, ничего подобного. То есть вплоть до хронологии, до биографии везде большие знаки вопроса и везде конкурирующие различные подходы, которых, к сожалению, не было. Вот этой конкуренции подходов, к сожалению, в российском платоноведении не было, как, собственно, и самого платоноведения, как специальной дисциплины отдельной, к сожалению, очень долго. Вот в последнее время она начинает развиваться, но я бы сейчас не хотела об этом говорить. Я хотела бы поговорить о самом Платоне. Так вот, в зарубежном, скажем так, платоноведении, где-то начиная с 50-х годов, возникает такой подход, набирает силы, подход, который можно назвать драматическим или диалогическим, в отличие от так называемого догматического подхода, который, ну, скажем так, с 19 века, то есть современного литературоведения, собственно, Сашлия Эрмахера с конца 18-го, начала 19-го века присутствовал. В чем ключевая разница? Ключевая разница. Догматический, уже по своему, так сказать, названию понятно, последователи вот этого подхода ищут в текстах Платона какие-то неопровержимые догматические положения. И более того, в 19 веке, особенно это было, так сказать, актуально, во всем ищут некую систему. То есть они искали у Платона систему неких философских взглядов. Систему, я повторяю, чтобы там все было выражено, непротиворечиво. Извините, что я вас периодически перебиваю, просто чтобы мне для себя укоренить некоторые моменты. Когда мы говорим о системе и о догматах, ведь, скажем, древние авторы тем и отличаются во многом от авторов, которые появились уже после эпохи Возрождения или в эпоху Возрождения и после нее. Я уже не говорю о 19-м, 20-м веке, когда вопросов ставится больше, чем дается ответов. А древние, ведь авторы, опять же, по моим каким-то ощущениям, они гораздо более догматичны, они более нацелены на то, чтобы как раз давать ответы, объяснять какие-то моменты. И в этом смысле, ну, казалось бы, Платон действительно дает ответы. Что, он ставит какие-то вопросы? Да вроде бы не ставит никаких вопросов. А если он и ставит, он тут же дает на них ответы. Ни за что с вами не соглашусь. Да что вы такое говорите? Я спрашиваю. Даже в тех самых диалогах, которые вот называются сократическими или которые условно раньше относили к раннему периоду, когда Сократ задает вопрос собеседнику, например, что есть там, допустим, рассудительность или что есть мужество или там что есть и так далее. Они проходят несколько кругов разговоров и заканчиваются эти беседы всегда апорией, то есть интеллектуальным тупиком. Сократ признает, что все их попытки ответить на вопрос ни к чему не привели. Определение они так и не дали. А вы говорите ответы. В том-то и дело, что там только попытки, ответов нет. Конечно, есть так называемые другие поздние так называемые диалоги. Софист, допустим, политик, где и Сократ уже отходит на задний план и где вроде бы уже есть какие-то позитивные, так сказать, определения и то, что можно назвать хотя бы каким-то приближением к догматике. Но это тоже не так. Я все-таки хочу вернуться к этому самому догматизму. Так вот, почему не проходит вот этот догматический подход? Потому что слишком противоречивы тексты Платона. И в одном и том же тексте мы можем найти кучу противоречий, неувязок каких-то логических, связанных с одним и тем же предметом, а уж не говоря о разных текстах, о разных диалогах. Мы можем найти там совершенно разные воззрения по поводу одного и того же предмета. Какое тут, так сказать, спасение явлений могло быть? Ну вот, считали, что у него были разные периоды. Поделили тогда, опять же, школьное. Ранний период, средний период, поздний период. Как классификация традиционная. Классификация традиционная, но опять не получилось, потому что, оказывается, в так называемых ранних диалогах, которые вроде бы по всем параметрам подходят к этому самому раннему периоду, когда он вроде бы только цитировал, условно говоря, Сократа. Нет. Там тоже какие-то вкрапления вроде бы совершенно поздних вот этих вот самых представлений, допустим, об Эйдесах, то, что вас так, Евгений, интересует, теория идеи. Да. Как они там появились, почему они там, да, очутились, что такое. Некоторые считают, что Платон таким образом не писал вот тексты сразу, да, а возвращался к ним много раз, переделывал, что-то там редактировал и так далее. Есть такая точка зрения Тесли, например. То есть точек зрения очень много. Но вот все-таки драматическая, которая, начиная с середины XX века, стала пересиливать вот эту догматическую. В чем она заключается? Ну, в самом названии уже тоже видно. Или идеологическое, скажем так. И представители этого подхода стали обращать внимание прежде всего вот на эту самую форму. То есть они не относились как догматисты к диалогу, как к трактату, да, выискивая там какие-то философские положения. Они стали обращать внимание абсолютно на все. Как на литературное произведение. Ну, на текст. На текст, на персонажей, на обстоятельства, на там детали литературные всяческие, на вот эти вот какие-то интермедии. Допустим, Аристофан начинает икать. Зачем он икает? Спрашивается. Вот очень долго считалось, что просто какое-то украшение литературное. Ничего подобного. Когда стали разбираться, что же там за икотой Аристофан, а вы знаете, сколько посвящено этой икоте Аристофану. А сколько? Ну, расскажите, почему Аристофан стал икать? Огромное количество разных. Ну, хоть что-нибудь, например, хоть один примерчик. Ой, ну вот я сама сейчас пишу статью про икоту Аристофана, не хотела бы раскрывать свои тайны. Ну, скажите какие-нибудь старые мнения по этому поводу. очень простое есть. Там ведь он начинает икать, идет его очередь брать речь, логос, так сказать, в свои уста и говорить. Тут он начинает икать, и вместо него говорит врач Эриксимах, а он говорит, Эриксимах, ты излечи, будучи врачом, мою икоту и одновременно произнеси вместо меня речь. Значит, идея какая у тех, кто исследует это? Вот икота, это такое, и то, что Аристофану пришлось стать в другую, так сказать, очередь. Икота – это маркер того, что порядок речей очень важен. То есть, автор здесь вот этой вот икотой, намеренной вот такой интермедией, фиксирует наш взгляд, мы должны посмотреть, зачем они поменялись местами. И, соответственно, это должно спровоцировать нашу рефлексию на то, какова вообще эта композиция, композиция речей, почему она именно такова, что там в этой композиции может быть от философского содержания, какую она корреляцию, какое соотношение с философским содержанием имеет эта композиция, огромную. Вот сейчас я вам не буду пересказывать. Ну, действительно, да. Все-таки про... Это вот как бы одна из версий, да. Там еще, конечно, масса других коннотаций. Игра слов. Боже мой, чего там только нет. И вот сейчас вот представители этого самого драматического подхода пишут на вот все вот эти вот безумно интересные темы, которых раньше не касались вот эти, так сказать, пуристы от философии, которые считали, что философия это только исключительно какие-то выверенные, эксплицитные философские положения. Первое, второе, третье. А оказалось, что самые, в общем, истоки философии действуют и идут по каким-то другим путям. Исключительно другим. И вот я все-таки возвращаюсь, чтобы концы с концами какие-то узелки завязывать, да. Я говорила о том, что в диалоге ведь главное отсутствие прямой авторской позиции. Там действуют персонажи. Ну, вот если вы помните, Бахтин, например, писал о романах Достоевского, как о полифонических романах, о том, что там авторский голос ты не слышишь, наговорят персонажи. В каком-то смысле можно и о Платоне сказать это. Да, где же автор? Почему он прячется? И вот тут как раз я и попытаюсь мостик такой проделать, проложить между вот этим фактом диалога, формы диалога и, собственно, философскими содержаниями. И, значит, формы диалога и философским содержанием. Сейчас дайте мне, пожалуйста, секунду, чтобы мне с этими драматическими делами разобраться. Ирина Протопопова, кандидат к культурологии. Говорим сегодня о Платоне по возможности вне его политических идей, поскольку это у нас пройденный этап. и мостик. Я помню, мы остановились на мостике от к к От драматической формы к философскому содержанию. Действительно, именно так. Спасибо. Ну так вот, философское содержание. Государство, о котором вы говорили уже. Но я его с другой точки... Да, ну просто состоит из очень разных глав. Там есть... Да, да, да. Не только политические дела. И вот в конце шестой книги, более того, они там не самые главные, я считаю, в конце шестой книги государства представлена, скажем так, структура сфер сущего. Ну, вот я ее очень кратко обрисую. Весь мир, все, так сказать, бытие, ну или сущие, делится на две части. Ну, сказал Сократ, представь себе, что мы делим вертикальный отрезок пополам. Не затихайте так, а то я начну в панику, в пожар сразу. Нет, не бойтесь. Нижний отрезок это видимое. То есть мы пополам. Совершенно верно. Не совсем пополам, но... Делим на две части. Делим на две части. А верхний это то, что мы постигаем умом, не зрением. То есть ноэтическое от слова нус, то есть ум или ноэсис, что вот, и есть умопостижение. То, до чего мы додумываемся. Ну, вот я сейчас про это чуть подробнее, потому что каждая из вот этих двух больших частей или сфер тоже подразделяется в свою очередь на две. Нижняя вот эта видимая хоратон делится на такие две. Самая низшая часть это отражение всяческие, как он говорит, тени в воде или там просто тени на гладких предметах и так далее. То есть это тени отражения эйдола. То есть то, что не существует само по себе, то, чему обязательно необходима какая-то основа. Именно так. И вот эта основа в мире видимом, это более высокая вторая часть его, это то, что можно назвать собственно миром вещей. То есть это собственно говоря природа и мир вещей, который создан людьми. Та же самая кровать. Просто все, что нас окружает. Совершенно верно. И кстати говоря, вспоминая вот ту схему, можем сказать, что в мир отражений входит собственно говоря искусство. То есть то, что совершенно необязательно. Хотя конечно можно его считать и тем, что людьми создано. Но там все-таки речь идет о прагме, то есть о тех вещах, которые не являются отражением как таковым, а тем, что мы пользуемся то, что нам нужно для использования. И вот этот уровень, это уровень, как он еще говорит, мнения, доксы. Здесь правит мнение и вера. Ну, не религиозная вера, а именно... Вера в какие-то вещи, о том, что что-то происходит. Совершенно верно. Вот мы верим, что это так. И я бы сказала, что это как раз и есть уровень политики. Мир мнения, мир доксы. Потому что политика это такая вещь, о которой нельзя иметь точного знания. Вот на этом завершаются вот эти два. Нижний пласт. Это нижний пласт. Из чего состоит верхний. Третий, если говорить снизу, да, и, соответственно, первый из двух больших, из второго большого. Это уровень, собственно, логоса и эпистемы знания. Здесь он приводит пример геометров, опять, тех же самых, то есть ученых, скажем так, по-нашему. То есть людей, которые исходят из каких-то аксиом и которые приходят путем определенных методических положений к какому-то доказанному знанию, завершенному. им, говорит Сократ, они пользуются некими образами, которые кажутся им точными. Ну вот все эти углы, там треугольники, там еще что-то. На самом деле это тоже отражение. Это вот такой вот эпистемический уровень. И, наконец, самый высший, четвертый. Это уровень, собственно, ноэтический, или уровень вот этого самого нуса. И здесь, говорит он, душа пролагает тебе путь самими эйдосами. Угу. Через эйдосы к беспредпосылочному началу. Тут музычка такая пам-пам-пам-пам. Ну вот смотрите-ка, Евгений, а теперь давайте в этом разберемся. А теперь что очень важно, обратите внимание, мы начинали с отражений, да, отражения, потом вещи, потом знания, которые выражены в каких-то знаках и в логосах, естественно. Вот все это уровни, которые являют собой некие образы. Не важно, что это геометрия, все равно свой образный язык. Пусть он и не такой, как на уровне, скажем так, теней, да, но он есть. И только лишь на четвертом, на вот этом высшем уровне, подчеркивает Сократ, душа пролагает путь без тех образов, которые были там, на всех предыдущих уровнях, но самими эйдосами через сами эйдосы. То есть эйдос это такая, ну, говоря русским человеческим языком, по большому счету, если не переводить, а попытаться себе представить, это вот та, это вот та чистота в ее неизбывном начале. Ну, вы красиво, конечно, очень сказали. Ну, вот смотрите, эйдос, это, получается, некоторая деятельность нашего ума. Она сама по себе, как деятельность. Вот сейчас мы с вами разговариваем, что-то воспринимаем, и в нас эта деятельность происходит. выражаем мы это словами. То есть опускаясь уже в сторону логоса, эпистема и так далее. Совершенно верно, да. Хотя сама эта деятельность, вот она все время происходит, она безвидна, как говорится, безобразна, внеобразна, но облекается потом всегда нами вот в самые разные. И как он это на уровне формы выражает? Смотрите, вот он нам сейчас только что рассказал про эти сферы. Тут же заканчивается шестая книга, начинается седьмая, и что мы там видим? Мы там читаем вот этот знаменитейший миф о пещере, который все знают, конечно. Да-да-да. Ну и что мы там видим? Как она устроена, эта пещера? Сама пещера представляет собой, собственно говоря, тоже два уровня. Вы же помните, пленники там сидят, у них шеи закреплены, они видят только то, что у них на экране, так сказать, на той стене пещеры, которая перед ними, свет падает туда, отраженный от огня, который сзади, а сзади проносят, собственно, сами вещи, как бы над ширмой. То же самое. Да, и вот появляется эта тема. Но смотрите, здесь же появляется очень важный, ну назовем это образом, попросту, здесь же появляется очень важный, сигнальный такой образ света, необходимость света. Безусловно, но смотрите, он отраженный. То есть сама пещера это образно-метафорическое изложение вот этого видимого мира, то есть большого, низшего отрезка, о котором он сейчас говорил нам логически. Здесь у нас тоже тени и, собственно говоря, огонь и вещи. Все это внутри пещеры, то есть вот этот самый низший отрезок. Но если кому-то повезет, говорит он, и тот сможет выбраться из пещеры, а там на самом деле по всей длине пещеры идет такой, в общем-то, выход, надо только уметь голову правильно повернуть, взгляд направить и выбраться из нее. И дальше, если кому-то повезет оттуда выбраться, он выходит на белый свет и там тоже сначала он созерцает разные, скажем, астрономические объекты, планеты и так далее. Это вот уровень эпистемы, то, что там у нас говорилось про знание. И, наконец, четвертый уровень, там, где он видит Солнце. Но Солнце не как астрономический объект, а, как он говорит, в своем собственном месте. Здесь имеется в виду, конечно, Солнце как аналог блага, о чем он нам говорил раньше в шестой книге. То есть Солнце, он там прямо говорил, это аналогия, это образ, это метафора. Я говорю о благе. Я просто тебе через Солнце, как пример показываю, что это такое, вот что Солнце в нашем видимом мире, то благо в мире умопостигаемом. Так вот, я все-таки хочу завершить. И вот зачем он это делает? Смотрите, только что в конце шестой книги он нам это расписывал логически и структурно. В качестве практически того самого трактата. Совершенно верно. И тут же он раз, и переходит в абсолютно литературную почву. Это же визитная карточка о мифе пещеры, да, мы же все помним, все знаем. И вот она, оказывается, это на другом языке выражено практически вот это стройное, так сказать, логическое объяснение структуры сфер. Зачем? Более того. Вот мы видим, это на одном языке, на языке эпистемы, это вот на языке образа и метафоры, более того. Практически на языке теней. Собственно говоря, вы хватаете на лету. Так вот, вся структура государства как целого, вот весь текст государства, он тоже повторяет эту вещь, он тоже изоморфен этому, потому что первые там, несколько книг, первая, вторая книга, там, до начала третьей книги, это речь идет, в третьей книге как раз речь идет о мимесисе, это все, собственно говоря, уровень отражения теней, там, рассуждения об искусстве, о том, что такое мимесис и так далее. Затем идут книги, в которых идут рассуждения о душе, о морали, о политике и так далее, да. Следующие там книги, вот как раз, пятая книга, начало шестой книги, там, где о воспитании стражей пошла наша наука, в астрономии, геометрии и прочее. Вот это то самое знание, да. Да, да, да. Ровно сердцевина, это вот точно сказал, вторая половина шестой книги, начало седьмой книги, это вот... Мостик. Вот, да, они взобрались как бы на вершину, вот он показал это, вот, как говорит ему еще собеседник Сократа, о, Аполлон, как высоко мы взобрались, когда он говорит ему про благо, потом тут же линия, потом тут же пещера. Вот она, эта смотровая площадка. Посмотрели вверх, и обратно спускаемся симметрично, точно так же книги опять науки, опять политика, вот как раз там разные виды государства, демократия, там, олигархия, и заканчивается чем? Мимисис. Опять рассуждение о мимисисе, но уже совершенно по-другому, то есть мы там наверху посмотрели, как это все на самом-то деле устроено, и поэтому спуск горы, да, он вроде бы симметричный, вроде бы про то же самое, но обогащенный уже тем, что мы увидели там. То есть для этого он нам нужен. Казалось бы, добрались доверху, и все, поставили точку. Ни в коем случае. Именно, и, кстати говоря, и внутри, когда вот про пещеру он говорит, он говорит, что вот те, кто, кому посчастливилось из пещеры выйти, вот они доходят до самого верха, а потом они возвращаются в пещеру. Конечно. И то же самое он делает в тексте. То есть текст у него построен так, понимаете? Я не зря сегодня у меня слетело с языка вот это слово постмодернистское, получается, что Платон, в общем, по сути, вообще самый первый постмодернизм, он изобрел вообще всю эту систему еще до всех остальных людей, до 20 века. многие его пытаются трактовать в этом ключе, так что вы совершенно не случайно... Опять же, вот это смерть автора, мир как текст и так далее, все наши любимые вещи. Совершенно верно. Так я это все кейдосом. Ведь смотрите, вот у него, с одной стороны, он дает нам внутри некое содержание философское, а с другой стороны, это содержание реализует в самом устройстве текста. Прекрасно ведь, да? Ну, конечно. Причем на разных языках, на разных, так разными кодами, на разных уровнях. И вот мы видим, вот это у нас логическое, это у нас образное, а здесь, если нам свезет, и мы действительно увидим, как текст устроен, мы видим, что это еще и структурное, вот такое, вот само устройство всего текста целиком. И что же мы, если мы начинаем рефлексировать наше собственное понимание текста, мы видим, что такое эйдос, да вот же, наверное, вот то, что мы сейчас проделали, вот оно, на разных языках, но то, что нельзя выразить на чем-то одном преимущественно. Мы не можем сказать, что эйдос, вот он здесь, или эйдос, он вот на этом языке лучше выражается, или что он вот так. Нет. Эйдос, это как раз ровно само движение нашего ума, которое позволяет нам видеть и разницу, и тождество. Видите? Мы увидели как бы тождество между вот этими вещами, о которых я говорила, и одновременно разницу. Она не сразу бросается в глаза. Вообще не бросается. Вы знаете, у меня ассоциация почему-то очень-очень неожиданная даже сейчас для меня самого. Я прям даже не знаю, говорить о ней или нет, но у меня возникла что-то, очень неожиданная, действительно, ассоциация с запятой. С обычным знаком припинания, с запятой, которая с одной стороны делает что? Она разделяет части предложения, с другой стороны, она соединяет части предложения в единое предложение. В данном случае Платон делает то же самое. Вы настоящий постмодернист. Я с таким образом еще не сталкивалась, но мне кажется, он вполне удачный. Вот я немножко мостик-то проделала от формы к философскому содержанию, я надеюсь, да? То есть вот там, где он говорит, что Эйбес... Ой, это прекрасный мостик с такими египетскими колоннами и разводными механизмами, с этими противовесами и магнитными штуками, что хочется на этот мостик смотреть и смотреть. Другое дело, да, другое дело, что, извините, у нас есть вот какая проблема. Оставится просто не очень много времени, и я стараюсь успеть какие-то моменты. Даже такая легкая удочка. Платон ведь? Хотя нет, через минуту об этом. Объект 22. Я хочу успеть поговорить вот о каком моменте, потому что без этого, мне кажется, вот все, о чем... Не то, что мы вы сказали сегодня, будет казаться не очень законченным. По моим, опять же, ощущениям, я сегодня как-то очень серьезно на них опираюсь, в общем, как обычно. Ведь наверняка, ну, это общепринятое, опять же, мнение, что нет другого такого автора, философа, кроме Платона, который оказал бы такое серьезное влияние на будущее, скажем, философии, как науки вообще. В то же самое время, наверное, тут же нет другого такого автора, философа, который бы критиковался не столь сильно, как Платон. Ведь он, ну, получил, кажется, от всех. Ну, я не знаю, понятно, что были философы, которые, может быть, в своих рассуждениях и в своем творчестве и в своих трактатах, и выписывая какие-то там догматы, и рассуждая о чем угодно, может быть, пытались обойти его стороной, но получалось, видимо, не очень хорошо. А уж все серьезные, от, собственно, Аристотеля до наших времен, до начала 21 века, все равно чуть что, речь заходит о Платоне, хоть одним предложением, но обязательно к нему надо вернуться. Да, конечно, ведь было сказано о том, что вся европейская философия это лишь комментарий к Платону. Да, безусловно. То есть тут можно сказать и о том, что кто-то просто на него опирался, там, как не о платонике, потом Флорентийская академия, потом был какой-то период, когда на Платона меньше поглядывали. Ну вот я уже сказала, что начиная со Шлермахера начинается, собственно говоря, современный такой этап платоноведения. Но в 20 веке мы прекрасно знаем о том, что начинается такой крен против Платона, даже, наверное, начиная с Ницше это происходит. Но это против всех выступило. Да. Тут поедина иди, за кого он был. Ну да, но Платона и Сократа он упоминал специально. Ну и многие философы 20 века подхватили вот этот нитшанский порыв антиплатонический и, так сказать, против Платона тоже стали выступать. Но самое интересное, что при этих своих выступлениях они все-таки отталкиваются от Платона. То есть все равно он для них является некой платформой. Вот, например, Делес говорит, нам нужно перевернуть платонизм с ног на голову. Вопрос, зачем? Спрашивается, да. Ведь просто перевернули и перевернули. И дальше, да. И он что делает? Он просто, ну это если говорить очень грубо, он считает, что Платон исходит из так называемой философии тождества, а вот нам нужно исходить из философии различия или развлечения. Ведь у Платона и тождества, и развлечения совершенно неразрывно связаны. Допустим, если мы диалог софист будем читать внимательно, мы увидим, что там уже все вот это пятерица главных эйдосов или родов, как он там говорит, движение, покой, тождественное иное бытие, это некий умопостигаемый атом, движущийся, вот грубо говоря, это атом, в котором есть вот такие вот электроны, скажем так, ну это метафора, конечно, да, он совершенно неразрывный и при этом все вот эти вот вещи раздельны, и все они движутся, и это есть, если угодно, некий квант ума, вот некий наэтический квант. Квант ума? Ну ладно, это образ. Ну это прям надо с ним, его надо пережить, прочувствовать. Умопостигаемый атом. Мне очень нравится квант ума. Дело в том, что, конечно, и дискретность, и непрерывность, они там совершенно связаны абсолютным образом, откуда, собственно говоря, и берется вот так называемая диалектика, не отрывать одно от другого, поэтому нельзя сказать, что у него там какая-то философия тоже, а вот Делез взял там с ног на голову, перевернул, у него там получилось какое-то разли... У Платона это уже все есть, он видит, что одно без другого невозможно. Никакое мышление, никакое, в принципе, схватывание чего бы то ни было невозможно без одновременного отождествления и развлечения, и при этом движения ума, и фиксации на чем-то, то есть покоя его, да, и при этом все это является бытием, то есть все это существует. Это прописано у него, то есть говорить о том, что там какой-то исключительный философ тоже действительно невозможно. Были еще и другие философы, которые не просто отталкивались, не только отталкивались от Платона, но и очень творчески, можно сказать, его перерабатывали. Допустим, Деррида. Я не случайно беру тех французских философов, которые, казалось бы... Ну, раз уж мы заговорили сегодня про постмодернизм, уже никуда от него не деться, да. Да, да. Деррида, он в своем произведении «Формация Платона» как раз анализирует и, скорее, интерпретирует диалог Платона Федор. И вот то, что он там делает, мне как раз очень нравится. То есть он делает вот то, чем занимаются современные драматисты, которые ищут и игру слов, и смотрят на персонажей, и на обстоятельства, и так далее. Вот он делает именно это. Он ищет некие литмотивы словесные у Платона, хотя сам-то он полагает, что Платон этого не осознавал, возможно, да. Ну, как это проверить теперь? Это уж точно не проверишь. И вот с игрой этих литмотивов словесных он выстраивает целые свои какие-то вот очень тоже интересные рассуждения. Но при этом, конечно, он Платона вовсе так не бронит, как бронит его, допустим, Делёс, да. То есть это... Или, допустим, Лакан. У Лакана вообще есть совершенно великолепный семинар 1961 года, полностью посвящённый Пиру, Платоновскому Пиру. Там они разбирают трансфер, то есть психоаналитические вещи, но через взаимоотношения Сократа и Алкевиада. И вот мне кажется, Лакан как раз ближе всех подошёл к этой загадочке, к этой запятой или к этому Эйдосу. И вот если позволите, я буквально как раз этим и закончу. Мы помним, что такая кульминация Пира это прекрасное само по себе. Но что оно такое? Как я уже говорила, Эйдос это нечто беспредметное. И как он там говорит о прекрасном самом по себе? Оно не обременено никаким бренным вздором. Ни цветом, ни объёмом, ни запахом, вообще ничем. Что же тогда это такое? И как это можно созерцать? Парадокс. При этом он говорит, что если ты когда-нибудь до него доберёшься, то ты будешь созерцать это без конца и оторваться не сможешь. Как понять такое вот созерцание? Созерцание чего? Вот когда Лакан говорит об отношении Алкевиада и Сократа, он говорит, что то, чего Алкевиад не может понять, когда он пытается соблазнить в свою очередь Сократа. Он ведь не понимает отношения к нему Сократа. Сократ вроде бы его поклонник, добивается его любви. И вот в том же пире он описывает этого совершенно сумасшедшего, совершенно невероятного человека Сократа, когда он видит, что Сократ вроде бы самый пылкий его поклонник. И ему становится интересно, что же там внутри? Он пытается его сам соблазнить. То есть они как бы меняются ролями. И он описывает, как всё это происходит. Сначала он хочет остаться с Сократом наедине и остаётся с ним наедине. Но Сократ не предпринимает никаких попыток. И наконец Алкевиат становится всё более напористым и остаётся Сократом один в палатке. Он думает, что сейчас вот оно всё и произойдёт. А что он думает? У него простой расчёт. Он думает, он обладает цветущей красотой. И это прекрасный дар богов. Вот думает он, отдамся я Сократу как самому своему верному поклоннику. И тогда узнаю всё, что знает он. Мудрость его перетечёт в меня. Так рассуждает Алкевиат. И вот он собственно говорит это Сократу. А Сократ ему отвечает на это. Ну вот видишь, ты увидел во мне какую-то странную красоту, которую сам не понимаешь. И свою вот эту цветущую красоту хочешь обменять на непонятную тебе. Я хочу тебе сказать, что ты меняешь медь на золото, дорогой мой. А вообще советую присмотрись ко мне внимательнее, чтобы от тебя не укрылось, что я ничто. Видите параллель между прекрасным самим по себе, которое не обременено никаким здоровьем. Здесь мы поставим вот ту самую запятую, мне кажется, и я даже говорить ничего не буду в этом месте, просто скажу вам большое спасибо, Ирина Протопопова, кандидат к культурологии, руководитель Платоновского исследовательского научного центра РГГУ, главный редактор журнала «Платоновские исследования». Я пошел переосмысливать все это дело, а вам огромное спасибо. Спасибо большое вам. И у меня есть подозрение, что с Платоном мы не закончили. Спасибо, еще больше подкастов на радиомаяк.ру Тут Александр Михайловский, кандидат философских наук, доцент высшей школы экономики. Понятно, что Платона так сразу с места в карьер, понятно, что Платона раскритиковал еще Аристотель, его ученик, и всем известно, что в частности его не очень устраивало его государственное видение, все эти общности, все вот это общее, он считал разрушить любое государство приличное, а вот права человека это вроде как серьезно, что впрочем не мешало Аристотелю быть сторонником рабства. Понятно, что и сегодня находятся умы, которые умудряются выискивать в работах Платона все новые пласты, и мне бы хотелось с вами, Александр, очень поговорить о том, что происходило с Платоном именно в 20 веке и, может быть, происходит сейчас, потому что понятно, что вообще разговор о философии или о истории философии, если быть точным, без упоминания о Платоне вообще не обходится никак. И я правильно вообще понимаю, что взгляд на Платона и в 20 веке и уж сегодня тем более сильно разнится в связи как раз с очень разными школами появившимися, и в течение 20 века особенно появившимися. Это и страны, и какие-то конкретные философы, у которых появлялись последователи и так далее. Это так? Прежде всего, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я сразу увлекся как-то, да. Спасибо, Евгений, за приглашение. Конечно, история рецепции Платона в 20 веке это история разных Платонов в зависимости от национальной культуры, в которую Платона интегрировали. И сегодня я, думая над темой, которую вы мне предложили, решил выбрать три национальные культуры, которые по большому счету определили образ Платона для 20 века, для читателей, исследователей. начнем мы с русской культуры, русской философской культуры. Это такой первый большой пункт. Потом я предложил бы коснуться английской или шире англо-американской традиции чтения Платона. И наконец мы с вами подойдем к той теме, которую вы уже затронули, теме Платона как политического философа. Одним словом, топография сегодняшнего разговора будет такой. Весьма обширной. Это во-первых Платон как метафизик, потому что русская философия метафизична по своей природе. Это Платон как логик, потому что логика это та площадка, на которой англосаксы всегда всех обыгрывают. И третье история это история Платона как воспитателя и шире как политического мыслителя, политического философа. А это немцы, наверное, да? Это, конечно, немецкая традиция, потому что немцы никогда не отличались сильной политической традицией, я имею в виду практическую политику, их всегда бросало из крайности в крайность. Но вот что касается политической теории, то равных немцам в первой половине XX века конечно не было. Ну вот, наверное, если мы говорим о том, что Платон присутствует в философии XX века во многом через рецепцию русских мыслителей, тут уместно начать конечно с главного философа для России конца XIX века и начала XX века в плане влияния это Владимир Соловьев, которого можно назвать христианским платоником, если угодно, наследником большой традиции, и Владимир Соловьев Нестор философии Серебряного века видел в Платоне прежде всего философа Абсолюта. Для Соловьева Абсолют это безусловная основа причины всякого бытия и если мы говорим о некотором божественном начале мира, то так или иначе мы выходим на полноту бытия, которая выражается у него в платоновских идеях и именно мир идей и главное из идей Платона идея блага определяет для Соловьева все стороны человеческой жизни прежде всего этическую религиозную жизнь в главной своей работе оправдания добра Соловьев безусловно исходит из примата блага для человека и так или иначе вся русская философия Серебряного века Флоренский Булгаков Лосев Алексей Федорович Лосев она восходит к этой Соловьевской теории всеединства претензии на цельность знания которые он тоже берет у Платона потому что для Платона философия это цельное знание это знание о мире о бытии в целом и если говорить об оригинальных интерпретациях которые по-настоящему обогатили философию 20 века я бы отметил пожалуй из трех названных мной последователей Владимира Соловьева Алексея Федоровича Лосева которого мы можем считать даже нашим современником Рой Лосев прожил длинную и очень насыщенную разными событиями жизнь и вот в 20-е годы у него была серия работ так называемая восьми книжек одна из книг которого называлась диалектика мифа и там Соловьев предлагает интерпретировать платоновскую идею как миф и символ показывая что функционирование идей в современном обществе по сути есть как бы живое присутствие мифа который образует тотальность человеческого бытия для Лосева миф это не сказка не легенда но именно полнота присутствия идей которая определяет всю человеческую жизнь это то что ее дополняет или это то из чего вообще жизнь происходит в общем можно и так сказать из чего происходит жизнь и миф или символ это живое саморазвивающееся начало которое является доминантой для повседневного для повседневного бытия в общем так действительно оригинальная интерпретация Платона которая в общем во многом во многом перекликается с теми интерпретациями которые ну скажем давали в 20 веке такие мыслители как Кассирер или тот же Хайдеггер вот Поппера даже можно вспомнить потому что для Поппера учение Платона об идеях так или иначе перетекает в идеологическую программу да для для Поппера Платон это такой небесный покровитель тоталитаризма вот это спорная интерпретация я знаю что вы в своих передачах мы вспоминали как-то Поппера вспоминали Поппера но важно иметь ввиду что для философии второй половины 20 века для критики идеологии Поппер это безусловная величина и интерпретация Платона как родначальника идеологии тоталитаризма она по-прежнему актуальна и часто и студенты они вспоминают и в журналистских статьях она присутствует вот другое дело что Поппер определенным образом реагировал на сложившуюся в немецкой философской культуре прежде всего ситуацию где Платона подвергли я бы так сказал нацификации да сделали из Платона теоретика сильного государства теоретика национально-патриотического воспитания ну по большому и с этим ведь действительно сложно спорить с этим трудно спорить потому что вы стали говорить об истории да действительно мы видим и в немецкой истории начале 20 века это безусловная система вот этой инцификации и общество построенного на всем общем то же самое мы видим ведь и в советском союзе в это же самое время происходят ровно те же самые процессы которые в общем в какой-то мере и степени так вспоминая о том что там Платон писал в государстве вплоть до того что у нас общие дети и так далее да ну пионерская организация какая-нибудь это чистой воды платоновская идея конечно такие вульгарные интерпретации Платона были и в марксистской литературе где его называли таким стихийным коммунистом или протокоммунистом вот хотя конечно идеал справедливого государства Платона к коммунистической идеологии не имеет ровным счетом никакого отношения равно как и поперовская интерпретация Платона как родначальника тоталитаризма это тоже известный анахронизм правда очень такой сильный полемически заряженный вот но я думаю это завязано это завязано на идею блага как раз вот эту знаменитую платонскую естественно вот идея блага как идеи всех идей и философов которые способны к этой идее блага приблизиться исходя из своего познания справедливости как соответствующему соответствующего природе человека способны распределять функции внутри государства и определять собственно говоря законы живя по которым человек приближается к идеалу платон в этом смысле конечно идеалист и это никакое не ругательное слово это не штамп это правда вот вопрос в том что для приближения к прекрасному справедливому совершенному недостаточно одного желания необходимо водительство необходима фигура как раз философа который выступает как воспитатель и отыскивает в душе человека те прекрасные струны которые зазвучав однажды уже не умолкают потому что в в остальном жизнь людей платоном как вы знаете уподобляется театру марионеток где люди действуют не по своей воле им кажется что они действуют по своей воле но на самом деле их дергают за ниточки разные страсти инстинкты ложные поводыри ложные учителя нарушая вот эту гармонию струн которые по Платону влекут душу каждого разумного человека к благу потому что в основе души по Платону лежит именно разумное рациональное начало вот здесь мы возвращаемся как раз к русской школе и снова от государственного устройства переходим к той самой русской метафизике с которой мы начали с божественного происхождения с идеи о которых Платон говорил и вообще вот этой идеи солнца которая кстати тоже ведь это у него же была эта параллель у Платона у самого что благо равно солнцу да совершенно верно он в государстве в своем главном произведении главном диалоге сравнивает идею благо с солнцем солнце имеет то свойство что оно наделяет жизнью все живое вокруг но при этом не может быть усмотрено не может быть узрено неподготовленным взглядом и поэтому человек ослепляется этим ярким божественным светом и отвращается к миру теней вот в этом смысле роль философа заключается в том чтобы вывести людей из пещеры на свет солнца и по крайней мере дать им возможность увидеть истинные и увидеть вещи в истинном свете но увидеть сам источник света не под силу пожалуй даже философу он способен к нему вести но идея блага по Платону находится за пределами всего существующего но оно есть и все оно таково что о нем даже нельзя сказать что оно есть в диалоге Парменид Платон развивает совершенно умопомрачительную диалектику где показывает что как только мы говорим о благе что оно есть а благо по Платону это абсолютно единое или перво-единое мы тут же умножаем его мы делаем из единого сразу два потому что мы рядом с благом полагаем еще и некоторое бытие и в этом смысле знание бытии может осуществляться только на апофатическом пути то есть на пути отрицания некоторых свойств но при этом оно естественно присутствует и животворит все через причастность благу все обретает свое бытие я правильно понимаю что русская школа русские традиции да соловьев лосев которых вы назвали вот этот метафизический взгляд вообще метафизика Платона как раз была ими очень одобряема да и очень ему нравилось безусловно потому что Платон говорил такие прекрасные вещи как то что любовь обладает удивительной силой и способна двигать душу человека по направлению к благу по направлению к солнцу вот это вот платоновская функция эреса в русской философии получила очень большое освещение вот Платон может как эротический философ но эротический философ в таком духовном духовном смысле вот потом естественно мне кажется только в нашем языке есть вот это понятие платонической любви я никогда не слышал его от каких-то там зарубежных друзей честно говоря да хотя надо сказать что тот же Алексей Фёдорч Лосев будучи в общем по своим установкам тоже как и Соловьёв крестьянским платоником вот эту языческую сторону античной античного платонизма античной эстетики в целом и и любил и ненавидел да вот в одной из книг его восьми книжи очерки античного символизма и мифологии Лосев произносит троекратную анафему платонизму именно за вот этот за античную чувственность чувственность античной эстетики за скрытый и явный эротизм платон но при этом всё-таки русские философы хорошо знали и христианскую традицию прочтения платона да который идёт от Климента Александрийского Оригена Каппадокийцев и рассматривали платона не только как такого античного эстетика да но и прежде всего как некоторого если угодно пророка который ведёт античное общество ко Христу подобно тому как иудеи шли ко Христу через закон через Моисея так и слово Божье Логос присутствовал в античном мире через философию Платона и готовил язычников тоже к принятию благой вести то есть да здесь получается нет никакого противоречия но опять же но с другой стороны а Лосева не напрягал каким-то образом вот этот вопрос платоновского дуализма души и тела ну хорошо там какая-то эротика в его работах присутствует но это же вопрос может быть и тела в какой-то мере степени ну вот оно тело оно есть что мы теперь с ним будем делать а душа это уже другой момент нет ну понятно что Лосев прекрасно прекрасно отдавал себе отчет в том что Платон говоря об идеях даже говоря об идеях не может избавиться вот от этого чувства телесного да чувства прекрасного тела которое так характерно для античной эстетики в целом и поэтому Лосев в своей поздней работе история античной эстетики характеризует платонскую идею как пластичный такой телесный образ но конечно не в буквальном смысле но вот эта пластичность она там присутствует и нет в целом можно так сказать что христианство с одобрением относилось к дихотомии души и тела в платонизме да другое дело что Платон доставлял массу проблем тем что объявлял душу бессмертной но подлежащей круговращению да подлежащей реинкарнации вот причем христианская традиция не очень-то в общем как-то увязывается совершенно вот в этом смысле Аристотель гораздо лучше подходил на роль предшественника учения о бессмертии индивидуальной души потому что для Платона душа не является личным принципом вообще душа это просто рациональное начало частица мировой души которая присутствует в нашем космосе и которая призвание которое заключается в том чтобы воссоединиться с мировой душой в конечном счете ой да воссоединиться с мировой душой это очень важный момент сейчас минуту я тоже попытаюсь это сделать объект 22 Александр Михайловский кандидат философских наук говорим сегодня о Платоне в философии 20 века есть предложение перейти к тем самым англосаксам помнится мне ну Рассел сильно конечно критиковал Платона по всем статьям и как философ и как в общем культуролог в какой-то мире степени и наверное сильнее всего как математик да и понятно что помимо прочего там Рассел в своей например истории западной философии писал о том что пристрастие к этике к эстетике вот веря в благо как ключу вообще для научного понимания мира безусловно способствовало тому чтобы вообще убить греческую науку да и что Рассел говорил о современных ему платониках о том что они не очень соображают в математике что по мнению например Рассела совершенно необходимо для того чтобы понимать Платона вообще ну Рассел безусловно великий философ 20 века хотя его история философии я бы так сказал написана для души и вряд ли может быть блестящее литературное произведение но вряд ли она годится на роль учебника да можно закрыть глаза на массу погрешности но даже оценки вот некоторые из них вы привели они просто выходят за пределы добра и зла но вот что касается Платона и математики здесь есть такой один интересный факт вы знаете у Рассела был соавтор вместе с которым он написал великую книгу принципия математика этого соавтора звали Альфред Норт Уайтхид и обычно когда начинают говорить о Платоне всегда цитируют именно Уайтхида а не Рассела а Уайтхид сказал замечательную фразу вся философия представляет собой ряд примечаний к Платону Уайтхид был прекрасным математиком и в последний период своей жизни он стал еще и платоником будучи ну скажем происходя из религиозной среды Уайтхид не мог просто не подпасть под влияние Платона и поэтому скажем так слова Рассела только отчасти справедливы но вот я вначале сказал что в целом англоамериканскую ну или англосаксонскую интерпретацию Платона можно свести к прочтению Платона как логика вот это пожалуй совершенно не характерно ни для русских философов ни для французов ни для немцев ни для итальянцев да а в чем это заключается это заключается в том что Платона прежде всего аналитические философы да читали в свете старого но очень важного спора об универсалиях а именно спора о статусе общих понятий да собственно говоря в каком смысле если этот вопрос так вот просто излагать в каком смысле мы можем говорить о существовании такой понятия как роза допустим или число два что мы имеем ввиду когда мы говорим двоица да и вот в прочтении аналитических философов да англосаксонская традиция прежде всего философия аналитическая философия языка Платон выступает как последователь одной одного из направлений в схоластической философии которая известна под названием реализма реалисты в эпоху схоластики утверждали что общие понятия универсалии и предшествуют индивидуальным вещам своем бытии одним словом множество роз существует только потому что есть розовость роза как таковая как замысленная богом и присутствующая в вечности в божественном плане мироздания это вот та самая теория идеи как раз да но проблема это как раз вопрос логики или анти логики это вопрос логики потому что в рамках схоластических споров это это решалось именно в рамках в рамках логики но я вам так скажу что к платоновским проблемам это имеет отношение лишь отчасти да потому что совершенно недостаточно объяснять платоновские идеи через абстрагированные понятия платоновская идея это не абстрагированные понятия вот хотя бы мы можем сослаться на того же Алексея Федоровича Лосева который называет идею реальностью пластичностью некоторой мифом если угодно миф это извините меня не абстрактное понятие вот но для англосаксов платонизм это синоним метафизического реализма который постулирует отдельное существование абстрактных объектов находящихся вне действительности вне пространства и времени вне нашего сознания и этот взгляд связывают конечно с платоновской теорией эйдесов которые постигаются и не подвластны чувственному постижению соответственно вот в аналитической философии такой взгляд начинается с Готлаба Фреге оказавшего очень большое влияние на дальнейшее развитие аналитической мысли и помимо этого взгляда есть еще такой взгляд называемый также платонизмом взгляд на мир как целое который критикуется скажем у Хилари Патмана как взгляд на мир глазами Бога да вот как некую одному ему постижимую общность которую мы в общем постичь не в состоянии некоторую тотальность да и вот собственно установки англо-американских философов аналитических философов они прямо противоположны то есть идея заключается в том что мы должны избавиться от этих метафизических псевдо сущностей да используя ну скажем так рестайлинговый вариант бритвы Оккома да срезая все то что примысленно нами помимо необходимого помимо того что дано нам давайте пойдем нормальным путем зачем нам два шлагбаума на шлагбауме есть один и все хватит наш язык замусорен метафизическими концептами бытие сущность душа кому они нужны да они как бы малофункциональны вот они обозначают они обозначают псевдо объекты вот они затрудняют крайне затрудняют нашу жизнь вот поэтому давайте анализировать факты и тем не менее тем не менее вот можно можно сказать что платонизм все же прокрался каким-то образом в эту англосаксонскую традицию и вот последнее время исследователи пытаются скажем читать трактат одного из выдающихся представителей Людвига Витгенштейна который не был англосаксом но при этом четко привязан к этой традиции ну через Рассела прежде всего вот есть такой взгляд на логико-философский трактат Витгенштейна как такой крипто платонизм если угодно загадочный во-первых он загадочный его сложно интерпретировать его читать почти невозможно скажем откровенно хотя как известно Витгенштейн считал что для того чтобы заниматься философией философскую традицию совершенно не обязательно знать вот зачем читать Платона скажем если если мы хотим описывать мир и тем не менее для Витгенштейна смысл мира лежит за пределами мира то есть он не имманентен миру и эту позицию называют платонизмом Витгенштейна который ну фактически требует необходимость некоторого внешнего трансцендентного взгляда да потом в трактате есть совершенно замечательное место которое тоже звучит очень мистически платоновски то о чем нельзя сказать о том необходимо молчать вот это полагает некоторую границу такую же границу которая у платона прилегает между миром вещей и миром идей потому что мир идей он тоже как бы сказать с трудом поддается дискурсивному анализу его можно только созерцать ну и при этом молчать мы можем сколько угодно выстраивать систему внутреннего просто это лежит за пределами дискурса мир идей он не дискурсивно устроен он открывается только интуиции ну в смысле интеллектуального умного постижения да а не не в смысле выстраивания некоторой цепочки суждений а здесь мы начнем сразу же наталкиваться на противоречие вот ну это собственно говоря вот основное что можно отметить то есть англосаксы в целом я имею ввиду философов прежде всего с платоном не особенно дружат но в конце вот этой части можно сказать что вклад англосаксонской филологии истории философии в интерпретацию платона в 20 веке очень значительной очень большой особенно во второй половине 20 века так что здесь есть некоторая диспропорция между философами которые читают платона и историками философии которые действительно очень много сделали для изучения платона во второй половине 20 века перехватив пальму первенства у немцев тем более вы назвали несколько имен на которые я например смогу опираться ежели мне захочется пойти куда-то глубже но действительно переходя к немцам у меня складывается ощущение когда мы в самом начале нашего разговора попытались построить такую легкую схему что русская традиция метафизическая традиция полюбила у платона бога да англосаксонская традиция логическая традиция полюбила у платона идеи или не очень полюбила но тем не менее очень очень удобный объект для критики да вот как бы с позиции номиналиста который признает существование только индивидуальных объектов позиция реалиста кажется очень уязвимой и такой вот ну таким приятным мальчиком для битья да ну все равно же от любви до ненависти мы же понимаем знаете мне один китайский друг рассказывал как на китайском слово ненависть какими иероглифами пишется он означает тебя слишком много в моем сердце понятно поэтому вот это ровно то же самое наверное сейчас по части англосаксов а немцы переходя уже к заключительной части нашего разговора я надеюсь мы успеем какие-то моменты да обозначить то есть а немцы в платоне опять же полюбили как раз государство видимо скорее и систему воспитания да сначала немцы полюбили воспитание потому что немцы они вообще любят не только воспитывать да но и очень хорошо воспитуемо о чем говорит история деноцификации Германии после 45-го года они очень легко усваивают чужие системы ценностей и умеют хорошо отказываться от своих ну прагматичное такое сознание да но вот тем не менее тема Платона как воспитателя это безусловно немецкая тема которая начинается с эзотерического круга поэта Штефана Георгия объект 22 я не ослышался немецкий такой 20-вечный Платон начался с эзотерики ну это эзотерика не в смысле Рудольфа Штайнера и Блавацка это эзотерика в смысле закрытости от публичности вот в каком смысле да речь идет о том что Штефан Георгий один из поэтических лидеров Германии а также духовных лидеров для определенных кругов предложил взять на вооружение идею платоновскую идею философа как воспитателя отождествляя себя фактически с духовным лидером который будучи правда поэтом Платон мы знаем недолюбливал поэтов но тем не менее считая что в современности в современную эпоху именно поэт должен взять на себя ту функцию которую Платона нес философ царь то есть стать воспитателем молодежи в национально-патриотическом духе в этом есть что-то правильное потому что кто как не поэт совмещает или как артист в большом таком как художник в объемном смысле этого слова совмещает себе логическое постижение мира вот оно из которого нужно лепить что-то там дальше и вот тот самый мир божественного то о чем кто как не поэт совмещает русскую и саксонскую школу это такая позднеромантическая идея которая очень хорошо угадала у Платона что-то очень важное хотя Платон конечно не был никаким романтиком и конечно как я уже сказал Платон поэтов недолюбливал именно за их неопределенность да за их любовь к иллюзиям к каким-то конструкциям которые не воздержаны слишком да слишком может быть демоничны экстатичны и так далее но вот Штефан Георгий идея так заключалась в том что в современном для него мире государство перестало выполнять ту роль которая отводилась для него Платоном а именно вносить в жизнь людей определенность да способствовать удовлетворению подлинных духовных нужд народа и вот здесь государство обуржуазилось да превратилось в бюрократический аппарат который обслуживает интересы буржуазии буржуазии ничего не нужно другого кроме удовольствия и развлечений вот это абсолютно это это идеология секулярного мира Штефан Георгий показывает что вот сейчас должен появиться поэт из глубины немецкой духовной традиции вот опираясь на Гёте опираясь на Фридриха Гёльдерлина и взять бразды правления в свои руки в каком смысле бразды правления духовные то есть повести за собой народ показать народу в чем его истинное призвание в чем его истинная нужда и в этом смысле поэт логично встает на место который занимал политик а политик в современном смысле оказывается всего лишь обслугой секулярного мира и вот ну о Штефане Георгии можно много говорить но я бы хотел вот в заключении все-таки сказать пару слов о главном как мне кажется философе 20 века о Хайдегере конечно вот поскольку для Хайдегера философия это тоже прежде всего пайдея или воспитание да говоря по-гречески и он приписывает ей те же политические задачи которые приписывал воспитанию Платон речь идет не о том что для Хайдегера философы или профессора философии должны стать рейхсканцлерами да и управлять государством вот я хотел бы даже процитировать одно место где Хайдегер интерпретирует это известное место о философах-правителях следующим образом что люди господствующие в государстве должны быть философствующими людьми стражи да фюлякес по-гречески должны следить за тем чтобы господство и порядок правления государстве были бы основаны на философии не как на какой-то теоретической системе а как на знании глубочайшем и обширнейшем знании о человеке и человеческом бытии да это вот возвращает нас снова к образу людей марионеток да в государстве где управление совершается на основе парламентских партий на основе дебатов господствует исключительно докса исключительно мнение частный интерес философ собственно у Платона он преодолевает доксу в пользу знаний он выступает как носитель истины но он видит прекрасным да он видит солнце носитель истины о прекрасном и справедливом и поэтому он должен воспитывать тех кто сидит в пещере и по возможности выводить их на свет и вот что Хайдеггер в Платоне очень хорошо увидел и попытался это транслировать так это именно то что пресловутая свобода личности в демократическом государстве Хайдеггер в общем недолюбливал как вы можете догадаться и парламентаризм и парламентскую демократию идеологию либерализма это такая достаточно жесткая националистическая позиция и вот тем не менее Хайдеггер угадал что пресловутая свобода личности для Платона в демократическом государстве это не более чем право любить свои пороки не меньше а может быть даже и больше чем добродетели а вот этого Платон никогда не мог принять и поэтому он столь яростно выступает против против демократии считая ее наихудшим образом правление наряду с тиранией да фактически Платон и демократия сливается с тиранией образуя такую тиранную демократию и по Платону любить можно то что ты считаешь только прекрасным и совершенным а порог в каком бы виде он не встречался может вызывать только отторжение да и поэтому вот Платон Хайдеггера это такой достаточно жесткий где-то местами даже авторитарный мыслитель который умеет очень хорошо обосновать необходимость деления людей на сословие философов стражей и ну ремесленников да то есть простых людей которые занимаются созданием материальных благ Хайдеггер в своей ректорской речи как раз различает повинность знаний повинность воинскую и повинность трудовую и вот для для него конечно это платоновское справедливое государство служит безусловным ориентиром за что Хайдеггер конечно много получил тумаков в том числе косвенно от своей бывшей ученицы Ханны Арнт которая считала что нам нужно идти не за Платоном а за Сократом что философ в полисе в государстве должен быть не авторитарным лидером а должен быть оводом да который покусывает слегка тучного ленивого но все же благородного коня да вот это дихотомия да с одной стороны философ как овод с другой стороны философ как лидер она мне кажется для философии 20 века вообще для политической теории 20 века очень актуальна вот противоположность которая представлена именами Арнт и Хайдеггер да Арнт делает ставку на убеждение на плюрализм на множество мнений которые нужно согласовывать Хайдеггер делает ставку на знание которое является чем-то что ты даже не знаю что лучше но почва то конечно благодатна израсти на ней что-то должно спасибо большое Александр Михайловский кандидат философских наук доцент высшей школы экономики платон философии 20 века спасибо